Мы приветствуем Екатерину. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. И я даю команду. На счет три сканера сканирует пространство над головой Екатерины под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует систем тонких тел Екатерины. Находит все. Знаешь, у нее в ногах и колено, и руки до запястья, ладошки. Они как в сетке какой-то. Я паутина сказала бы, запутанный. Хорошо. Даю команду. На счет три эта сетка подсвечивается четко красным цветом. Один, два, три. Ты видишь ее четко и ясно? Ну, только она черная. Черная сетка. Хорошо. Видишь ее? Да. Силой моего намерения вывожу эту сетку из ее тонких тел до последней частички. Один, два, три. Свет пошел. Помогаю ей моей энергией выдавить это все. И она формируется перед ней в шар. Готово. Отправляю шар в клетку тюрьмы. Есть. Хорошо. Как у нас со сканированием? Повторить команду? Нет. Сканер прошел. У нее над головой еще есть воронка, но я понимаю, что это ее. Это портал, через который уходят души. Так как она проводник, у нее открылась наверху воронка, но она ее должна уметь регулировать. То есть она ее должна закрывать. Хорошо, Катя. Забыла закрыть воронку. Хорошо. Она, может, не знает про нее. Катя, ты знаешь про воронку? Но тонкая копия ее видит, она показывает на нее. Ну да, да. Хорошо. Как закрывать ее? Объясни. Поставь экран. Информация какая-то. Хорошо. Ставлю рядом экран. И пошла информация через экран, как правильно пользоваться этой воронкой. Видим каналом. Здесь душа, которая прошла через эту воронку пару дней назад. Это мужчина. Он благодарит Катю. Его зовут Маркус. Он доктор Маркус. Хорошо. Он умер в 2014 году. Это очень сильная осознанная душа, которая приходит на Землю, чтобы воплотить что-то. А что-то новое. Хорошо. Он показывает бумаги какие-то, связанные с медицинским обслуживанием, что ли. Он был херок. Вот как. И он остался. 14. 2014. Он остался, чтобы посмотреть. Жизнь после смерти? Нет. Технологии, которые. То есть он с работой был очень связан. Понятно. Хорошо. Операции на сердце. Он был успешным хирургом, да? Насколько можно. Он был знаменитым. Знаменитым? Он говорит, что я не буду озвучивать свое. Без проблем. Как вам удобно. Фамилия. Буква Бэйдю. Хорошо. Он говорит, что я увидел проводника и прошел. Сквозь него он понял, что он сам не знает, как использовать свои энергии. И не энергии, вернее, а свой дар. Своё предназначение. А значит, души проходят через нижнюю чакру и уходят наверх через эту воронку. Но это её право, когда её открывать, когда закрывать. Так как я сильная душа, я смог сам увидеть портал и пройти. Чем больше она будет вырабатывать силы своего намерения, тем лучше она научится защищать свои энергии и право. На то, чтобы открывать путь душам. То есть открывать и закрывать воронку. Это её право. Ну, я полагаю, для неё самой будет более комфортно, если после того, как воронка открыта, её надо закрыть, выпустить и закрыть. Иначе это как-то может влиять на её физическое состояние. Она тратит силы, когда воронка работает. Вот она и попросила как раз её проверить. А в квартире, соответственно, у неё ничего нет, если вы там были. Потому что она думает, у неё в квартире что-то там случилось. Но мы по-любому ещё проверим. Это было моё воздействие. Это всё понятно. Посознанная душа. В свою очередь я благодарю вас за это разъяснение. И мне очень приятно, что всё получилось у вас. И вы дошли до того места, где вы хотите или должны сейчас... Я благодарю проводника. Отлично. Эту благодарность мы передаём Екатерине. И в следующий раз Екатерина научится закрывать эти порталы. Я благодарю вас ещё раз за ваше время и за вашу помощь. Желаем вам всё наилучшего. Прощайте. Всего доброго. Убираем экран. Есть. Готово. Значит, Катя сейчас стоит. Говорит раз, два, три. Щёлкает пальцами, воронка закрывается. Вот. Отлично. Молодец. Сама всё догадалась. Отлично. Хорошо. Так, давай разберёмся с этим комком, что был на руках и ногах. Он у нас в клетке. Чёрные нитки, ты говоришь, да? Но она как сетка. Такими полосками. Хорошо. От этой сетки выстраивается канал к ответственному за эту сетку. Один, два, три. И я притягиваю его в клетку-тюрьму, где бы он ни находился. С силами его намерения. Да, будет так, а так и есть. Та, арахнует. Ничего себе, арахнует. И он не понимает, почему он здесь. Арахнует. Я не понимаю сам, почему ты здесь находишься. Почему ты на ноги и на руки накинул сетку Екатерине? Сетка стояла в общественном месте. Это его ловушка. Намерения не было у неё на Екатерину накинуть. Хорошо. Как она могла защититься от твоей сетки даже в общественном месте, объясни мне? Я понимаю, твои ловушки стоят, но не ко всем прилипает эта паутина. Что там было? Или как она могла избавиться? Ну, ослабленность и усталость, он показывает. Это было позднее время. Хорошо. Ослабленность, усталость. Она, к ней это прилипло. Когда она поняла, что к ней прилипло, как она не могла выдавить твою паутину, она не могла от неё силы своего намерения избавиться. Он не знает, почему она не отлипла. А Катя просто её как снять пыталась, но она как прилипала к ней. Ну, как нам сейчас решать? Мне нужно решение, Арахноид. Ты должен подсказать решение, что она сделала не так, для того, чтобы она поняла, как и в следующий раз избежать этой ситуации. Иначе ты для меня не представляешь ценности. Он как разряд показывает от себя. Сделать разряд внутренний и сжечь тело своего намерения, да? Не просто выдавить, а разряд сделать, да. Сделать разряд. Хорошо. Это твоя паутина? Ты хочешь её получить назад? Он боится, но хочет. Отправляй ему эту паутину. Он мне дал ценную информацию, она для неё полезная. Она захламывала. Хорошо. Ты готова уходить, Арахноид? Да. Смотри, больше не подходи к ней, даже если случайно. Понял? Понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Екатерины. Один, два, три. И Екатерина... Э, Екатерина. И Арахноид уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растаряй. Нашёл. Хорошо. Так, давай заправим Катю энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии, и какая частота вибрации? 600 и 45. И 45. На счётре в макушку головы Екатерина начинает поступать семь высокоибрационных потоков по 600% каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 45 Гц. Пошёл подъём. Пошёл. Готов. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Есть. Хорошо. Катя, как ты себя чувствуешь? Свежо очень. Отлично. Будем тебя возвращать и проверим квартиру. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Екатерины в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем её к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok